О любви. Сегодня я получил вопросы от своего постоянного человека, который меня смотрит и слушает. Он попросил меня ответить на несколько вопросов о любви. Ну и я в качестве разминки на утро решил без подготовки ответить на эти вопросы. Почему бывает один любит, а другой отвергает? Ведь когда ты влюбляешься, тебе думается, что это не может быть просто так, что обязательно должна быть взаимность, а ее не случается. Почему так происходит? Действительно, когда кто-то влюбляется, он имеет такие основания полагать, что объект его влюбленности должен тоже быть, к нему благоволить, так сказать. Почему? Потому что природа, она не любит растрат времени. Если человек будет влюбляться в тот объект, который ему не подходит, и тот, который не может ответить ему взаимностью, то он просто потеряет время. Поэтому тенденция такова эволюции, что мы любим тех, на которых мы можем ожидать какие-то шансы ответные от которых. Но почему же не получается ответа? Ну, опять же, потому что у другого человека тоже есть выбор, и, во-первых, может не совпадать, наши предпочтения могут не совпадать. А во-вторых, ведь же есть другие же претенденты на любовь этого человека. Ученые доказали на опытах, что мы оцениваем человека сначала визуально. Ну, я так думаю, что он, что его лицо должно быть как можно более симметрично. Это, наверное, основа красоты. Ну, мы же не какие-нибудь типа рыбы-камбалы. Мы такие животные, у которых симметрия означает максимальную эффективность. То есть, если мы будем какие-то перекособочены, мы будем менее эффективны чисто физически. А красота – это как раз-то здоровье, гармония, ну и все такое. То есть, конечная цель всего этого, конечная цель любви, красоты – это продление жизни, как ни крути. То есть, вот первый этап – это внешний вид. Лицо, ну, сам человек должен быть симметричный, целый, не испорченный. То есть, вот когда зуба нету, вот я шепелявлю, сейчас сломался мост, то уже баллы у меня скидываются с меня, с моей привлекательности. Я становлюсь менее привлекательным. Ну, человек должен как бы выглядеть как новый. То есть, он не должен быть обрюзший, толстый или, наоборот, худой. То есть, вот он должен быть такой весь, так сказать, подтянутый. Цвет лица должен быть такой розоватенький. Ну, в зависимости от расы, конечно же. То есть, у какого-то племени, там, у чернокожего, чем чернее кожа, возможно, тем у них более привлекательности. Ну, и так далее. Что еще к внешнему виду относится? Ну, в общем, и у каждого заложено в подсознании, у каждого заложена такая вот маска, как бы, такой вот внутренний эталон, по которому мы и ищем себе пару. Ну, например, я думаю, что внутри нас есть целая такая подсознательный такой анализатор, лаборатория, который анализирует внешность претендента. И если мы, ну, там, какой-то национальности такой, допустим, ну, вот славяне, да, то мы ищем себе подобных, потому что, таким образом, наше потомство будет наиболее, так сказать, здоровым. Хотя я не исключаю, что вот есть, я слышал от многих людей, что им нравятся какие-то особые люди, то есть есть в среде людей склонность искать что-то особое для, так сказать, для обновления генгенофонда этой популяции. То есть, вот, например, у северных народов есть традиция, раньше была, когда средства транспорта, средства сообщений были неразвиты, что если забредал какой-то чужак издалека, какой-нибудь вот славянин, например, то ему предлагалась жена. Для того, чтобы дети были необычные, дети были популярные и, таким образом, ну, в общем, обновлять кровь. Дети получались бы более здоровые, возможно. Ну, в общем, такая традиция есть. И, я думаю, этот анализатор, он анализирует не слишком длинный нос, не слишком короткий нос. То есть, каждую мелочь. Волосы, цвет волос, блеск волос, все-все-все, абсолютно все. То есть, я думаю, что если такой анализатор есть, то он анализирует то, ну, как можно больше всего. Ну, мощности нашего мозга, по крайней мере, позволяют вести изощренный анализ. На первом этапе внешность идет. На втором этапе голос. Голос тоже о многом говорит. Например, вот я шип и лявлю, сломался мост, значит, все. Я забракован. А потому что зубы в древности играли огромную роль. Люди без зубов долго не жили. Слабели, быстро умирали, заболевали. Это сейчас мы можем употреблять вареные продукты, измельченные продукты, соки всякие. В общем, можем как-то обходиться даже вообще без зубов. Ну, и чтобы визуально зубы присутствовали, очень важно. Улыбка важна. Поэтому важна улыбка, поэтому люди друг другу и улыбаются. То есть, мы просто демонстрируем друг другу зубы. Полюби меня, у меня все зубы целые, говорит улыбка. Или улыбка говорит, остерегись, я зубатый, я тебя укушу. Ну, двоякое значение имеет улыбка, в зависимости от контекста. Иногда людей слишком много улыбается, это проявление агрессии, на самом деле скрытое. Ну, вот основное значение улыбки в благом деле размножения, это показать себя, так сказать, с хорошей стороны. Что ты такой здоровый. Поэтому, кстати, дети улыбаются много, потому что родители хотят их контролировать. И такие улыбки, они, в улыбке мы стараемся как можно лучше показать наши зубы. Вот. Ну, я о голосе, да. Голос говорит еще о многом, о чем. Ну, например, утробный голос такой гнусавый говорит об ожирении, например. Говорит о неправильном, о каком-то дефекте речевого аппарата. Речевой аппарат связан с пищеварительным аппаратом, поэтому это тоже очень важно. Потом артикуляция. Если у человека хорошая артикуляция, значит, этот человек не глупый. То есть мы можем, вот просто по речи, мы можем оценивать примерно коэффициент интеллекта. Если человек тараторит, как я, то это, ну, явно около ста, не меньше. Если он, ну, так, медленно говорит, глухо какие-то, в общем, повторяющие слова, слова-паразиты использует, то это тоже, то это в минус идет. Ну, и звонкость голоса тоже говорит о здоровье. То, что на складках у человека нету никаких заболеваний, никаких там поражений бактериями какими-то. Ну, и эволюцией голос, он призван управлять людьми. Эволюция устроила так, что она заложила в голос определенные частоты, которые есть только у определенных носителей человека. Например, определенные частоты есть у маленьких детей, у взрослых их нету. Поэтому, когда к нам обращается дитё, мы как бы ему подчиняемся. То есть, голос, он реально подчиняет определенного тембра. Вот, то есть, вот второй анализатор. Почему в таком порядке? Потому что мы сначала видим человека, поэтому мы визуально его оцениваем сначала, подсознательно. А второй этап, мы его слышим, он подходит ближе, мы его слышим, мы его оцениваем уже по голосу. Ну, да, и голос, если человек говорит на одном с нами языке, то привлекательность тоже повышается. Бывали случаи, мне рассказывали, когда кто-то где-то был за границей, хороший, симпатичный парень, которого любили очень много, ну, в общем, был популярен у девушек его национальности, его страны. Когда он был за рубежом в компании, то на него девушки не обращали никакого внимания, потому что он плохо говорил на языке этой страны. То есть, девушкам важно, чтобы, ну, я говорю обоюдно, и девушкам, и мужскому, полу, и женскому, важно, чтобы человек говорил на одном с тобой языке в совершенстве. Почему? Потому что в языке сила. Не только физическая сила есть у человека, но и в языке. Если ты не будешь знать язык на уровне, ну, то есть, натура, так сказать, если он не будет твой основной язык, язык вашего общения, то эффективность вашего общения понизится, и, так сказать, могут быть заложены какие-то трудности в будущем. Поэтому подсознательно люди избегают влюбляться в людей, для которых твой родной язык не родной. Ну, можно еще что-то говорить там. Ну, и третье. Третье – это запах. Человек через пот выделяет многие вещества, они имеют запахи. Эти вещества сигнализируют тоже о его здоровье. Они сигнализируют о его, может быть, даже не просто здоровье, но о его каких-то генетических особенностях, которые нам подходят или не подходят. Этот внутренний анализатор наш, подсознательный, конечно, он распознает каким-то образом. И под человека, в которого вы можете влюбиться, он приятный. Он, ну, как духи, возможно. Да, когда Наполеон после долгого отсутствия возвращался домой, он просил свою Жозефину хотя бы недельку не мыться, чтобы сполна насладиться ее потом. Пот женщин, он… Ну, вот мне рассказывали, в Греции греки любят русских Наташ, потому что Наташи не воняют, как гречанки. Но в этом случае пот играет защитную роль. То есть женщины не всегда хотят, чтобы их домогались мужчины, поэтому природа так устроила, что они большую часть времени воняют, чтобы мужики их не домогались. Но когда ей нужно, или когда мужчине нужно, вдруг раз она начинает, перестает отталкивающе пахнуть и снимается препятствий для размножения. Вот. Ну, то есть тоже пот управляет. Вообще всякая, любая мелочь, она имеет значение. Вот. И ученые поставили опыт. Они давали девушкам, вот взяли 10 парней, там сколько-то девушек, и сделали фото этих парней, и взяли у них майки пропотевшие. И девушкам давали сначала майки понюхать, а потом они по фотографиям выбирали. И чаще девушки выбирали именно того по фотографии, чей запах мать майки им нравился. Вот. Ну и болезни опять же проявляются через пот. Никто не захочет влюбиться в больного человека, если у него рак. То есть собаки чувствуют, может и человек почувствовать. То есть сразу этот человек, несмотря на то, что он может быть и внешне красивый, он становится в целом непривлекательным. То есть важно вот это, как бы общий итог. Если человек какой-то порог превзошел по своим баллам привлекательности, то дорога открыта для того, чтобы мы дальше с ним общались. И, наверное, уже от себя скажу, что четвертая стадия, ну да, вот стадии, они по мере приближения. Внешность, голос, запах. И я думаю, что следующее – это характер. Потому что мы не можем узнать характер человека, не пообщавшись с ним довольно-таки долго. И вот, наверное, характер – это последнее. Ну, характер, интеллект, естественно, тоже, наверное, входит в характер. Вот. Язык, опять же, знание языка. То есть, и почему вот мы влюбляемся, да, природа так заложила, что мы влюбляемся в наиболее возможных кандидатов. Почему нам не отвечают? Ну, понятно, потому что просто мы не подходим. Вот и все. И тут не нужно биться головой об стенку. Конечно же, опять же, у природы есть такой механизм противный, механизм захвата. Это как вот по ЗРК. Если мы цель захватили, и ракета летит уже в полете, то все, пока она не долетит, пока она не ударит, ничего уже ее траекторию не изменит. Только какая-то большая случайность. То есть, если ее не собьют, если еще что-нибудь не случится. Так же и человек. Если он влюбился, произошел захват. Ну, то есть, если это произошло, если сработал механизм захвата, то все, человек уже, он будет несчастный, если не давать ему долететь до цели, ракета будет стараться и так далее. Пока не истощится запас этой ракеты или пока не истощится запас заложенной природы в этот механизм захвата, наведения и достижения цели. Ну, все, конечно, как-то механистично, но что поделаешь, чтобы что-то описать, нужно примитизировать, конечно. А кто там знает, какие еще тонкости есть у природы? Значит, второй вопрос. Имеет ли право человек добиваться взаимности? Если тебя сейчас не любят, ты как-то пытаешься сойтись с человеком, ухаживаешь, оказываешь внимание, то сколько это должно продолжаться? Ну, я уже ответил, так сказать, до истощения. Одни говорят, что их надо добиваться, другие тебя игнорируют с этим ухаживанием. Одни говорят, что их надо добиваться, другие тебя игнорируют. То есть, одни предлагают себя, чтобы ты их добивался, вот этот он имеет в виду. И все сводится к тому, почему именно этот человек встретился у тебя на пути, в которого ты влюбился, и так из-за этого мучаешься. Ну, насчет того, что некоторые прям такие требуют, чтобы ты добивался, вот, мол, ухаживай за мной, я посмотрю, насколько тебя хватит. Действительно, ну, я тут не буду делить на мужское и женское. Может, и женщина тоже добиваться мужчину, и мужчина-женщину. Хотя, в основном, конечно, вообще, как тонко подмечено Ричардом Докинзом, почему красятся именно женщины? Почему одеваются красиво именно женщины? У мужчин, хотя выглядит так, что мужчины добиваются женщины, на самом деле, женщины тоже добиваются мужчин. Вот они что и делают своими вот этими манипуляциями, наводя марафет на себя. Ну, и, естественно, женщине нужно удостовериться, что претендент ее очень любит, то, что он ее не покинет, когда добьется своего. И, наверное, это тоже входит в обязательный ритуал, природы. Это закон природы такой, и он у многих животных. То есть, необходимость показать, насколько ты любишь человека. А как показать? Вот каждый, ну, как может, так и показывает. Кто-то подарками задаривает, но иногда подарки, они ни о чем не говорят, потому что, ну, просто кому-то легко купить подарки, и это не говорит о его внутренней готовности, о его внутренней силе, так сказать, любви. Вот. И если вот претендент удостоверивается, что, то есть, так сказать, того, кого добивается, удостоверится, что претендент, он достаточно, так сказать, влюблен, он может, у него внутри может сработать тоже механизм, ну, не захвата, а механизм, так сказать, ну, я не знаю, как это назвать, я же не женщина, я не гей, не пассивный, не пассивный, никакой. Механизм, ну, то, что человек как бы себя отдает в любовь. То есть, тот, который добивается, он как бы захватчик, а тот, которого добивается, он как бы ложится, он как бы отдается. То есть, он отдается любви, я бы сказал так. Ну, я по ходу придумал, потому что я об этом никогда не думал. Я, так сказать, активный мужик, поэтому... Да, и почему другие тебя игнорируют? Ну, потому что для них вопрос решен. Они видят, что человек им не подходит, и они поэтому никак не реагируют. Третий. Вы мучились из-за любви к кому-то? Это меня спрашивают. Вам не отвечают взаимностью, и вы страдаете. Но вы анализировали, почему именно этот человек вам встретился на пути, и при этом не отвечает на взаимность. Ну, опять же, я помню девушку, в которую я влюбился впервые в жизни сильно, и в 26 лет. Я хотел на ней жениться. Почему я именно в нее влюбился? Ну, потому что она была соседкой. Ну, потому что я ее видел каждый день. А потому что пришло время в кого-нибудь влюбиться. Потому что я загадал, что кого первого увижу на дороге, в того и влюблюсь. Ну, как бы шутя. Но я увидел ее, и все. А потом уже я ее представлял всякой такой небесной, всякой такой идеальной, и все такое. Пошло-поехало, так сказать. Механизм сработал. Наркотик выделился, и я поплыл, так сказать, писать стихи. Они, кстати, опубликованы на сайте стихи.ру. Автор вас нас латинскими. Т.М. Вот. Ну, я действительно был в нее влюблен. Никакого притворства в этом не было. То есть, если бы я соответствовал ее внутренним ожиданиям, то она бы ответила бы мне взаимностью. Ну, я не соответствовал ее внутренним ожиданиям, потому что у меня не было, как бы, квартиры своей отдельной. Я жил с матерью. Мать тогда, она занималась моим унистяжением, и она меня порочила, клеветала на все село. Возможно, если бы не мать, то я бы на ней женился, на этой девушке. Если бы я ее, конечно, встретил. Потому что, если бы не мать, то моя судьба была бы вообще другой, и я бы вообще не был бы в этом месте. Я бы оставался на моей старой квартире, где я провел детство. Там была бы другая девушка, я бы влюбился в кого-нибудь другого. А почему? Ну, вот я ответил, почему она мне не ответила взаимностью. Ну, хотя я как бы завоевал ее сердце на какой-то момент тем, что я действительно был в нее влюблен, и влюблен очень сильно. Я буквально ей грезил. И как тут чье-то сердце не отзовется, если кто-то тебя обожает, тобой грезит, тебе поклоняется, преклоняется и пишет такие великолепные стихи. Я о стихах своих написал. Я именными украшениями дарю вам в память о любви. Эти теплые напевы. Ну и так далее. Вот сейчас уже так... Я когда-то все мои стихи помнил наизусть, сейчас уже начинаю забывать, потому что лет 10 я о них не вспоминаю. Ну и любовь, наверное, только может вытеснить любовь после такого периода, такого серого, такого периода депрессии, я бы сказал, периода поиска. Человеку всегда невыносимо быть не при делах. Природа наказывает эти простои. Ты всегда должен быть в активе, ты всегда должен или кого-то любить, или на крайний случай кого-то ненавидеть, потому что ненавидеть – это тоже путь к любви. То есть, если кого-то любишь, вдруг ты его начинаешь ненавидеть, это самый быстрейший путь кого-то полюбить другого. Освободиться от этого человека, полюбить другого человека. Так, дальше. Что у нас тут? Если я ответил, да? А, вы мучились из-за любви к кому-то? Конечно, я мучился. Я каждый раз мучился. Я не мучился только тогда, когда я не признавался в любви. Это тоже, кстати, интересный вопрос. Я когда-то любил, так сказать, не признаваясь в любви, я никогда не признался. И, так сказать, эта любовь просто, она постепенно ушла, ушла, потому что я переехал в другой город, и все. И пришла новая весна, какая-то новая влюбленность. И, ну, это было немножечко грустно, конечно. Все равно было. Не мучился, но было грустно, конечно. Вот. А мучиться, наверное, мы начинаем, когда идет следующий этап. Идет захват человека. Идет влюбление, влюбля, самовлюбление, самовлюбляние в него, или как там сказать. Короче, ты в него влюбляешься. И после этого идет следующий этап. Тебе надо реализовать свою любовь. И если человек отвечает взаимностью, дальше все идет как по маслу, там, так сказать, поиск жилья, дети, ну и так далее. Программа, мы биороботы, программа реализуется, мы чувствуем, то есть у нас природа пинками буквально, я бы сказал, даже немножко хаотично, потому что природа, она же не присутствует в этом моменте. То есть она действует как бы немножко тоже автоматично, как-то несознательно. Это как вот космонавты летают в космос. Они могли бы с ручным управлением стыковку производить, управлять ракетой, но все делает автоматика, потому что автоматика надежнее. Так и природа, она нас заставляет, а мы-то думаем, что мы сами влюбляемся и мы сами чего-то хотим, а это природа все это включает, переключает, и, так сказать, мы только как, ну, та лошадка за морковкой или ослик, мы вот бежим. Думаю, что мы за морковкой, а на самом деле мы бежим туда, куда морковку, эта природа, она ей управляет, этой морковкой. И вот, конечно, муки возникает тогда, когда ты открылся человеку, когда ты включил, переключил на полную мощность вот следующий этап любви, когда ты признался, идет, ты должен этому человеку, ты должен установить полный, как бы сказать, неразрывный контакт уже с этим человеком, именно духовный, душевный, слияние душ, так можно сказать. И вот это самое мучительное, потому что твое-то, ты пошел, как сказать, слияние от тебя пошло, а вот ведь тишина, и получается, это огромная энергия выделяется человеку, когда человек выворачивается наизнанку, так сказать, вот смотри мою душу, смотри, я твой, точно-точно, и все такое. Вот это, наверное, мучительный момент. Вот я бы сравнил это с тем, как если бы зерно лежало в земле, и вдруг посреди суровой зимы какая-то оттепель вдруг необычайная, или просто вот кто-то вот эту землю согрел чем-то, и потом зерно восприняло это как весну, и начало просыпаться, и в ней пошли необратимые процессы. Ну, то есть зародыш оживает, зародыш начинает потреблять крахмал, расти, вот, и вдруг возвращается зима суровая, никакой весны не было, это был обман. И зародыш просто гибнет, гибнет, и вот это, вот это мучение, это мучение этого зародыша, зародыша большой любви, потому что некоторые процессы, они очень инерционные, их трудно остановить, если ты в кого-то, вот действительно влюбился уже 100%, и пошел следующий этап, ты признался человеку, пошел какой-то небольшой, я, кстати, по ходу сам начинаю что-то понимать, потому что, ну, вот так вот помоги кому-то, и поможешь сам себе, да, я ответил, отвечая на вопросы кому-то, и в процессе ответа, я что-то для себя тоже приоткрыл, потому что я об этом, даже как-то не задумывался, вот меня спросили, я задумался, вот задумался, и ответ он пришел. я не строю из себя такого оракула, я не озвучиваю истины, но что-то, я приглашаю что-то осмыслить, на что-то, к чему-то привлекаю внимание. Четвертый, с точки зрения прожитых лет, есть ли ситуации, где вы бы поступили по-другому, со своими влюбленностями, может быть, что-то не делать, или даже не обращать внимания, если это было бы возможно себя заставить? Да, да, я думаю, да, на определенном этапе, возможно, когда кто-то нам приглянулся вдруг, мы можем себя заставить, мы можем, как мне советовал один мой одноклассник, он говорил, что самый лучший способ разлюбить девушку, это представить ее на унитазе по-большому ходящей, ну, я не думаю, что это так, потому что я думаю, что если ты уже влюбился, то это уже все, то есть, как бы, не важно, это уже все не важно, но если ты, вот вроде бы, чувствуешь, что, наверное, влюбишься, то, может быть, и сработает, я никогда этим не занимался, вот, передаю этот совет от своего одноклассника, я думаю, да, поискать у человека недостатки, присмотреться к нему, придраться к нему, и все такое, но это может обернуться другим, это может обернуться наоборот, полной влюбленностью, и тут уже никто не виноват, так сказать, то есть, вот так вот, любовь и зла, полюбишь и козла, пять, вы рассказывали, что вы жили с женщиной, почему вы разошлись с ней, не было большой любви, почему именно с ней вы сошлись, а с другими нет, но если это о моем крымском периоде, то у меня была подружка, но она была мой друг, женского пола, я же всегда это прибавлял, то есть у меня с ней не было сексуальной связи, но мы дружили очень близко, я к ней приезжал часто довольно-таки, раз в неделю, два раза в неделю, иногда у нее жил какое-то время, там, недельку, мог пожить, она мне оставляла ключи от своего дома, когда ей нужно было куда-то надолго уехать, чтобы я следил за ее питомцами, у нас друг к другу было полнейшее доверие, но я ей сразу сказал, что я ищу женщину, которая мне родит ребенка, что другие женщины, которые мне не родят ребенка, они меня не интересуют как женщины, я ей сразу это сказал, возможно, у нее на меня какие-то были, так сказать, виды, я не знаю, но дело в том, что проблем с мужчинами вообще-то у женщин не бывает, поэтому у нее не было никаких проблем, а я с ней дружил, это был мой друг, ну, подруга нельзя говорить, да, потому что сразу думает, что это что-то такое, ну, друг женского пола, поэтому я так говорю, и я был очень, так сказать, счастлив дружбой с ней, потому что жизнь моя была полна, и дружа с ней, я, естественно, присматривал кого-то еще, ну, уже в плане, так сказать, интимной близости, но, к сожалению, тогда у меня был трудный период такой жизни, и я бы сказал, что даже не трудный, но, просто я все свое время посвящал библиистике, и я никогда не говорил это на видео, ну, я так намекну, что я жил как святой, короче, вот, где-то года два-три я жил как святой, пусть кто хочет, так и понимает, то есть это возможно, с утра до вечера я работал, и жизнь была очень насыщенная, очень гармоничная, гармоничная, вот, что я там не ответил, наверное, на этот вопрос, почему разошлись, я с ней не расходился, потому что я не сходился, да, любви действительно не было, была большая симпатия, как к другу, почему именно с ней вы сошлись, а с другими нет, потому что она интеллектуальный человек, для меня это очень важно, я никогда не влюблюсь в глупую женщину, какая бы она добрая ни была, мне нужна родная мне душа, то есть я за всю свою жизнь я не встретил ни одну, даже в тех, в которых я был влюблен, они оказались, ну, в общем, не теми, в кого бы я мог влюбиться, то есть вот эта первая девушка, она не моего, не моей касты, я бы сказал, вот я не буду там, какая у меня каста, но вот не моей касты, есть в Индии несколько каст, там торговцы, военные, там это, там разные, вот она не моей касты, а моей касты я не встречал, ну, ну, вот так вот, бывает, наверное, да и, собственно говоря, в меня никто не влюблялся, за всю мою жизнь, по крайней мере, никто не доказал мне свою любовь, вот насчет, насчет того, что добиваться, да, кто-то там, мне много предлагали женщины, идти в постель, и проявляли какие-то там влюбленности, но в итоге, как потом это все оказывалось, я был одним из многих, там многих, поэтому и хорошо, что я не спешил, и это бы мне ничего в итоге не дало, а оставил какие-то воспоминания, бы остались, да, у меня была женщина для, так сказать, для физической близости, но только для этого, ничего больше, почему, шестой вопрос, вообще, почему одни быстро сходятся в любви, а другие еле-еле идут друг к другу, через какие-то препятствия, надо ли продолжать преодолевать эти препятствия, многие говорят, что любовь, это когда легко встретились где-то, сразу влюбились, и все так быстро и легко, а у меня не получается легко, у меня объект желания, всегда какие-то трудности проявляют, то заговорить тяжело, то подойти невозможно, когда тянет, и вроде бы ничего страшного подойти, но на самом деле переживается достаточно трудно, честно говоря, такой длинный, и я сейчас еще раз, что тут по частям, почему быстро сходятся, а другие медленно, ну, я думаю, что быстро сходятся люди в молодости, люди 15-летние, для которых мир примитивен, они воспринимают друг друга примитивно, поэтому их внутренний анализатор, он, ну, молодые, они всегда быстро принимают решения, и их решения, они часто легковесные, поэтому, наверное, о серьезной любви лет до 20, так где-то 25, говорить не приходится, все, что до этого, это такие подростковые влюбленности, когда мозг еще недостаточно развился, и этот анализатор наш внутренний, он не может быть достаточно изощренным и все учитывать, поэтому часто наши подростковые влюбленности, они, ну, как проба какая-то, как тренировка какая-то, почему одни быстро, другие медленно влюбляются, ну, я в детстве помню, я влюблялся очень много и часто, именно влюблялся, ну, как, легко влюблялся, то есть я мог влюбляться раз в месяц, вот вижу новую девчонку красивую, все, я в нее влюбился, вот она месяц, она мне нравится, потом раз и другая нравится, это естественно, это нормально, даже не для того, чтобы там, для каких-то там далеко идущих целей, там даже подсознательных каких-то целей, просто дети тоже выбирают, кто им симпатичен, да, кстати, где-то до 12 лет, до пубертатного периода, у детей очень распространено, как называется, в общем, они влюбляются в особей, особей, я биологически говорю, и противоположного пола, и своего пола тоже, и, ну, это такая детская любовь, такая, как бы, платоническая такая, как бы, а уже, когда идет пубертатный период, уже идет переключение на, то есть, другая программа начинает работать, запускается, и уже, мальчики переключаются на девочек, девочки переключаются на мальчиков, и поэтому именно, вот из-за этого, задержки срабатывания этого механизма, возникают такие, как вот эти вот, как на, не знаю, геи, лесбиянки, это ЛГБТ, или туда что-то еще входит, ну, в общем, возникает вот это, вот такое искажение, но многие все-таки, они потом, годам 20-25, так сказать, определяются уже конкретно, и все, как у меня был знакомый, который на тот момент, ему было лет 40, он на тот момент уже побывал где-то с 5 сотнями женщин, то есть, он там где-то у себя там отмечал, то есть, он такой вот Дон Жуан, и вот я его спросил, а вот, он такой, так сказать, очень активный сексуально, я его спросил, а с мужчиной никогда не думал, не думали, он сказал, если были, когда мне было лет 15-17, там, может быть, а потом нет, уже все, то есть, вот, он, видимо, помнил еще по своей юности, что у него что-то такое было, он, может быть, смотрел на одного с собой пола, а потом уже все, у него механизм сработал, на размножение, так сказать, и пошло-поехало, ну, кстати, я, когда писал свою монографию о демографии исхода, я выяснил, что евреи отдавали мальчиков в 9-10 лет, уже мужья, то есть, уже, так сказать, для того, чтобы продолжать род, то есть, видимо, в древности мальчики могли, то есть, ну, почему как можно раньше, потому, чтобы были работники в семье, чтобы были защитники в семье, поэтому как можно раньше отдавали, и девочки рожали тоже как можно раньше, но я думаю, что они рожали, но тут же их не, как есть, забыл там, как ее звали, девочку изнасиловали в 9 или в 12 лет, по разным источникам, там разный возраст указывается, и вот они из-за этого уничтожили этот город, это дети этого, сейчас все вылетело из памяти, не буду напрягаться вспоминать, в общем, видимо, где-то с 13 лет считалось, что это нормально, девочки с 13 лет, мальчики с 9, с 10 лет, ну, как сможет, то есть, вот реально, было так раньше, сейчас этот возраст отодвигается, потому что, ну, кстати, в дореволюционной России у девушек был возраст, вступление, начало даже половых связей, ну, где-то в 21 год, а кое-где даже и позже, в 23 года, вот интересно, то есть, средний срок вступления, то есть, даже позже, чем сейчас, вот, потому что, когда жизнь более-менее налажена, люди могут себе позволить чуть позже, то это выгоднее, то есть, женщина уже в 20 лет родит с большей вероятностью здорового ребенка и сама останется здоровой, чем в 13 лет, тогда, тогда, когда нужно быстро размножаться, чтобы конкурировать с окружающими племенами, то есть, всегда есть какие-то, вот, на этих весах есть много чаш, и в этот период цивилизации, в этот период времени выгодно вот это, в другой период выгодно вот это, то есть, тут нет никакого морального, абсолютного критерия, мораль целиком зависит от от конечного результата, то есть, если люди размножились, если люди выжили, противостояли в войне, вот то, что они делали, то и морально, то есть, судья – это конечный результат, Нету заведомо, вот как сейчас, например, в России, носятся с этими скрепами. Если победят в войне, которую затеял Путин, то значит их скрепы имели какой-то вес. Если нет, то эти скрепы забудутся вместе с ними, грубо говоря. Так, что я там, ответил или нет? Ну, почему одни быстро, другие не быстро? Ну, я уже ответил то, что или условия, условия, все условия готовы. Есть жилье, есть мир, есть здоровье, есть все условия для продолжения рода. Люди влюбляются, быстро сходятся, семья, дети и все, пошло-поехало. А если трудно, но каких-то условий, как что-то не сходится, что-то на грани, поэтому люди не спешат. Надо ли продолжать продавать эти препятствия? Это как-то не от нас зависит. Вот то, что у нас заложено, то и отработает. Сколько, так сказать, топлива в этой ракете заложено, то отработает. И уже просто одна чаша весов перевесит другую, и человек разлюбит другого, потому что он уже просто иссяк в этой любви. Многие говорят, что любовь, когда легко. Нет, нет. Любовь – это результат. Всегда важен только результат. А у меня не получается легко, у меня без... То заговорить тяжело, то подойти тяжело. Ну, наверное, внутренний человек понимает, что он не совсем подходит. И ему хочется как-то заполучить этот объект вожделений. Возможно, каким-то другим путем, он не знает, каким путем. Ну, поэтому просто опасается... Любовь – это как война, как на войне. То есть есть захватчик и есть добыча своего рода. Вот, поэтому идет такая вот любовь, война. Идет поиск путей у этого человека. Поэтому он не спешит, поэтому он сомневается. Семь. «Вас не гложет чувство одиночества, когда нет любимого человека рядом, с которым вы бы занимались любовью. Вы не страдаете от этого. Почему так сложно найти своего любимого человека?» Ну, как сказать «нет любимого человека рядом»? Что? Ну, вообще-то где-то в 39 лет я пережил такой период ломки, я бы сказал. Ломки. Когда я понял, что, вероятно, у меня уже не получится создать семью. Вот. И я, конечно же, до сих пор продолжаю обращать внимание на женщины. Я, конечно же, ну, уже влюбиться мне тяжело это назвать любовью. Но, по крайней мере, просто дружить с женщиной, и в том числе и ради секса. Хотя, не знаю, тогда уже это, наверное, не дружба будет, а что-то все равно большее. То есть я это оставляю возможным. И тут ко мне подкатывали. Ну, по крайней мере, там, ну, две-три подкатывали. Но для меня всегда это было, как я понимал, что это не перспективно просто. Никакого будущего из этих отношений нету. А сложности, наоборот, будут какие-то, и неприятности. Поэтому я отказывался. Я тут живу под Страсбургом в лесу уже пятый год. И как только меня перевели в Нанси, там дали комнатку, и я сразу же залез во все эти программы знакомств, и тут же мощно начал пытаться с кем-то знакомиться. Но там я не смог жить, мне не дали там жить. И вот с тех пор я живу в лесу, и, ну, не дали, описано все в интернете. Кому интересно, вы можете почитать. На моем сайте vasnas.eu5.net, там внизу есть все ссылочки. Там можно найти город Нанси, вот как там мне не давали жить. И мы биороботы, у нас заложена программа. Ну, сначала мы просто живем, учимся. Мы познаем. Мы слушаемся старших, мы верим в эти сказки. Потом мы начинаем влюбляться. Мы влюбляемся во всех, все хорошее, во всех хороших людей. Мы всех все любим. И наша любовь имеет какую-то даже универсальную окраску, универсальный вкус какой-то. Потом она начинает дифференцироваться. Мы больше любим уже маму как маму, папу как папу. И начинаем уже подсознательно искать больше себе подобия какого-то. Вот эта детская первая любовь. Мы ищем себе какой-то идеал, но по нашему подобию. То есть мы не дифференцируем на мужской и женский пол. Потом включается следующий этап программы. Мы уже ищем конкретно половинку свою, уже противоположную. И когда мы ее находим, мы признаемся в любви. Если это ответ на идет слияние душ, так сказать. Ну как слияние вот этих ядер в клетках. При слиянии клеток они обмениваются хромосомами. Что-то вроде такого процесса очень энергоемкого. Поэтому это мучение всегда. Мучение влюбленного после того, как он признался в любви и пытается хоть как-то еще свою любовь вернуть. Свою любовь завоевать. Потому что много уже потрачено. И он хочет последними усилиями вернуть все, что он уже потратил. Дальше идет следующий этап. Мы любим наше потомство. И опять же сначала вот этих младенцев людям, ну любим как вот говорят, как и любят котят, там щенят. Вот так вот как-то. Ну вот они такие пищат, милые и все такое. То есть мы все таем просто, да. И мы все пытаемся их защитить. Потом идет опять же дифференциация. Мы продолжаем любить нашего супруга. Но эта любовь уже больше похожа на дружбу. Похожа уже на нечто как бы как богом данное. Что это наша просто часть. Это уже даже не любовь. Это просто часть нашего мира. Полмира нашего, так сказать. Потом мы начинаем любить наше потомство. И когда оно подрастает. В древности было так, что девочки оставались при матерях. А мальчики, они где-то ну лет, ну по-разному. С пяти лет там, с девяти лет. В разных, вот сейчас на планете Земля, и это инициализация, так называемая, она происходит в разное время. На Руси дети начинали помогать с пяти лет где-то по хозяйству. Вот, то есть отец передавал сыну свою душу, ну, не только знания, но он всего себя передавал. Начиная с пяти лет или где-то с девяти лет. Ну, когда женщины отпускали, так сказать, от себя мальчиков. Поэтому и существовал такой, кстати, культ в Греции. Его извратили. Культ, как же он назывался? Ну, когда воин брал себе ученики, подростка. И я уже не помню, как это называлось, честно говоря. Ну, в общем, если кому интересно, могут почитать, что 300 спартанцев, ну, так вот я встречал, пишут, что это 200 пар. 200 пар. Но все это извратили, потому что здесь всего лишь навсего инстинкт. Инстинкт отца к сыну. То есть инстинкт взрослого мужчины найти себе преемника. И от этого, то есть нас всегда природа морковкой этой манит. То есть отсюда, так сказать, и... Ну, когда морковка становится... То есть, как сказать... Когда... Вот это все средства. Вот все эти любови... Любовь детская, любовь подростковая, любовь юношеская, любовь зрелая к женщине, любовь уже к своему потомству. Все это средства к достижению цели. Цель продолжить себя. Отдуплицировать себя. Размножить себя. И не физически только, а и духовно тоже. То есть, если физически, например, я... Ну, не то чтобы ставлю на себе крест, но уже довольно-таки тяжело в таком возрасте воспитать детей. Так что это было бы чудом с моей стороны, если бы это случилось. Но духовно мне не только ничего не мешает, но и наоборот. Вот я вот сейчас получаю в огромное удовольствие, что я часть своих знаний, часть своего взгляда на жизнь кому-то там передаю. То есть, это уже получается как духовные дети такие. То есть, вот у человека есть, оказывается, как у корабля, вот эти вот отделения, он не затонет. Да. И вот эта природа, наша природа, она нас вот этими различными механизмами принуждает идти в нужном направлении. Но она слепа. Она не видит нынешний момент. Вот эти механизмы, они... Можно почитать Ричарда Докинза, эгоистичный ген, слепой часовщик. И он хорошо все это очень объясняет. Вот. Но когда у человека возникают какие-то сбои, или человек ущербен генетически сам по себе, или кто-то его испортил, кто-то в нем заранил какие-то семена зла, какие-то... Как ты как-то на него повлиял. Когда для человека какой-то гармоничный, какой-то гармоничный, так сказать, какое-то средство становится целью, то тогда, например, появляется Дон Жуанны. Когда для них влюбленность в женщину это не средство, чтобы родить потомство и воспитывать потомство, а сама цель. То есть у него дальше программа не срабатывает. Вот он в нее влюбился, он ею, этой женщиной, похвалился перед всеми. Все, он потерял интерес, потому что программа оборвалась. Она кончилась, программа. Она, может быть, не оборвалась, но чтобы перейти к следующему этапу, нужен какой-то толчок, а у него заело на этом месте. Вот. Или, например, там эти бойлаверы тоже. Вот. У них инстинкт срабатывает, но вот так, чтобы были свои дети и чтобы своему ребенку передавать себя, вот этого нету. Вот. То есть эти люди, они, ну что, их можно пожалеть всех? Или геи тоже самое, или лесбиянки. У них просто не произошло взросление на подростковом этапе. У меня есть статья на Proza.ru, автор властный с латинскими. Про извращение там, что-то такое. Вот там можно почитать. Я много что написал. И, и самое главное, как костыль нам помогает, если у нас нога сломана, хромаемая, нету ноги, так и разум нам помогает. То есть природа нас пытается немножко слепо толкать в нужном направлении. Но если ты разумом понимаешь, что ты будешь счастлив, когда ты будешь пытаться, если, ну, сам вообще, как бы стерильный не можешь, да, ну, хотя бы делать добро людям, и тогда тебе, ты в ответ получишь в тройне, там, в десятерне, там. Так же и с любовью, ты просто должен делать все возможное, чтобы именно продлить свой род. нет у тебя жилья, добивайся как-то, чтобы оно было. Ты болеешь, выздоравливай. Вот если не срабатывает оно само собой, все это, то помоги тебе разуму. А пойми ты разумом, что не так, что с тобой не так. Вот. Тут я как-то резко перескочил уже на стыковку с философской и религиозной темой. Вот религии, философия и вообще разум, логос, это наш спаситель. В таких ситуациях, когда у нас есть какой-то дефект, и мы, как слепые, котята, щенята, мы вот тыркаемся, пыркаемся об стены в своей жизни. Ответ простой. Вот, например, у меня знакомая вот была, которая уже, ну, она не родит детей. Она одинокая, но она не бедный была человек, но она как бы страдала от одиночества все равно. Я ей сказал просто, вот, у тебя прям рядом с домом интернат, очень большой интернат. Возьми себе кого-то оттуда. Зачем ты себе там кошек, этих собак, ради бога, ты можешь себе позволить. И твоя жизнь наполнится смыслом и энергией, потому что мы устроены так, что если мы кому-то даем, то через нас это проходит, этот поток энергии. И если мы кому-то что-то отдаем, мы больше откуда-то берем. Вот, я сейчас отвечаю на эти вопросы, открыл для себя что-то новое, что я, может быть, никогда бы даже не открыл, если бы мне не задали этот вопрос, если бы я на него не ответил. То есть, сам по себе, если бы я был бы эгоистом, и я бы пытался для себя ответить на вопрос, но я бы не поставил его так, как поставили его мне. То есть, часто я себя ловил на том, что помогая кому-то, я на самом деле помог себе. Но это не так очевидно просто бывает. А потом до тебя доходит, и вот. то есть, что я могу сказать. Любите друг друга. Любовь начинается от любви к самому себе. Любите себя, свое тело, ваше тело храм. Один день в неделю уделяйте уходу от суеты. Это применимо и к так называемым атеистам, которые тоже верят во что-то. Ко всем, абсолютно ко всем. Очищайтесь, чтобы в этот день вы поняли вот то, что понял я сегодня. Что-то, ну, что-то поняли. И постепенно шли потихоньку к пониманию. Потому что человек по-настоящему вполне человек. Когда он осознает то, что он делает, тогда он по-настоящему человек. Если он не осознает, что он делает, но он похож на какое-то примитивное животное. Не хочется животных обижать. Ну, и я для себя, например, решил, когда, если обо мне говорить, когда в Польше я повстречал вот эту многодетную семью чеченскую и когда я с этими подростками играл в футбол. Ну, можно почитать в рассказе Микки Махер. Я сейчас его перевожу на французский язык. Он на прозе.ру у меня есть. И он есть на Блокспоте тоже. Сообразно моему возрасту, положению и ситуации я решил помогать этой семье. И вот я приехал сюда и будучи здесь в ужасных условиях, то есть меня обрекли на жизнь в лесу. Без оборудования тогда еще. Я замерз и заболел сильно. И любой бы человек впал бы в отчаяние. А моя жизнь была полна. я был счастлив здесь. И я до сих пор здесь счастлив, потому что эти дети рядом, я им помогаю все равно. И я, как сказать, я, конечно, многое перетерпел. И я, как сказать, у меня не получилось, у меня не получилось стать близким им человеком. там началось с одного из них. И потом я познакомился с остальными, полюбил их всех. И они мне были как родственники. Но беда в том, что я не чеченец. Ну, как я могу стать чеченцем, если я не чеченец? Беда в том, что я не говорю по-чеченски. Беда в том, что я, ну, как они думают, ну, по крайней мере, не мусульманин. Хотя я как-то над этим, то есть я стараюсь быть более универсальным. Я ученый. Ну, в общем, я не, и нас разлучила пандемия. И, в общем, сейчас они как-то отдалились от меня. Хотя по-прежнему они самые близкие мне люди. Я разумно рассудил, что я должен мой смысл жизни здесь, в Страсбурге, превратился только в одно. С семнадцатого года я помогал этой семье. Я должен был им помочь получить статус беженца изо всех сил получал. Я должен был помочь сберечь детей от болезней, от разных бед, что я и делал по мере моих сил и возможностей. И если кто-то скажет, а тебе не жалко затраченных усилий и ты ничего не получил, я скажу, нет, мне не жалко, я получу. Я получал в тот момент, когда я делал, уже я все получил. Даже если я потратил несколько тысяч евро, сам живя в нищете здесь, то я уже тогда получил все, что... Во-первых, я был счастлив, я... У меня был нормальный сон, у меня была энергия, я сражался как лев ради них и ради себя, и я добился своего, меня должны были уничтожить эти французы.